Приветствую друзья. Любимая многими компания Kiwi Ears продолжает свои эксперименты с гибридными наушниками и сразу после планарных кантов выпустила KE4 с двумя изобарически расположенными динамиками и двумя же арматурными излучателями ноуз по одному на средние и высокие частоты. Все это потом естественно завязали на кроссовер, залили медицинской смолой и пронумеровали. Впервые кстати вижу, чтобы у каждой пары в этом сегменте был свой номер. Об этом и поговорим. Поехали. Коробка, как для этого бренда, вполне обычная. Из важного на ней только технические характеристики. В комплекте шла макулатура, простенький бокс, запасные сеточки в звуковод и набор силиконовых амбушюр с еще одним слоем перфорации. Смотрится такое прямо скажем сомнительно, да и сам силикон далеко не запредельного качества. Кабель в целом неплох, но он гибкий, толстый, приятный на ощупь и главное с сопротивлением на каждое жил всего по 25 сотах Ома. Менять не обязательно. Чашечки сделаны из гипоаллергенной смолы, с металлическим звуководом, внушительным отверстием для компенсации, серийным номером и как-то примитивно оформленной внешней частью. На картинках это выглядит куда более эффектно. Однако сидят они удобно, кожа приятна, что еще нам с вами меломанам нужно. Вот так, друзья, все это и выглядит. На измерениях у нас масштабный, но стандартный по скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике достигающие ровно 1%, что полностью соответствует всем актуальным нормам. Фаза более-менее приемлемая, а водопады на 30 и 60 дБ вы видите на собственных экранах. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 10 дБ с мягким заходом на середину, чуть менее выраженная область разборчивости с плата до 4,5 кГц и максимально протяженные высокие частоты. Такому графику, как говорит сам даже глаз радуется. Все точно, аккуратно и предельно гармонично. Вот как это выглядит в сравнении с уже легендарными T-Audio Hype 4 и флагманскими Youngin Moonlight. То есть настройка просто топового уровня. На слух они ровненькие, относительно спокойные, с правильным позиционированием инструментов в пространстве, акустически оправданной массой, элементами глубины и насыщенности, неплохой прорисовкой и артикуляцией у вокала. Басом реально сделали очень эффектным. Качающим с потрясающей глубиной и приятной такой тактильной отдачей. Причем перехода на чисто арматурную середину не ощущается ни в плане текстуры, ни по разрешению. Как, собственно, и верха, которые как бы окаймляют все аудиальное полотно. Но, помимо аналогового смягчения и некоторой магнетичности, я чувствую и легкую приглушенность. На АЧХ, как вы сами видели, ничего подобного и близко нет, но даже в этом я вижу свои положительные моменты. Подчеркивается объем, глубина и дополнительное пространство, которое мы с вами ощущаем как сцену. Не скажу, что КИИ-4 могут составить конкуренцию тем же Тэнк Зунеза. Все далеко не так. Однако, это уже и не бюджетные Kefine Clean. Для верхнего сегмента им чуток недостает погружения и изысканности в звучании инструментов. А на фоне стодолларовых решений они наоборот очень натуральные и предельно гармоничны. Слегка бы дожать сочности и была бы вообще сказка. Но в этом плане они ближе к сухой нейтральности. Кто-то даже определит это как честный звук без приукрас. И я, честно говоря, готов с этим согласиться. Как минимум для своего сегмента звучат они реально просто превосходно. Четко, подробно и сверх выразительно. С налетом бархатистости, небольшим жирком и предельно точно переданным частотным балансом. Нигде ничего не оттенено и не уходит на вторичный план. Слышно, что инженеры прямо очень постарались. Стилистические модели абсолютно универсальны. Хочешь, слушая на них клубную электронику, этнический даг, джаз, академическую или оркестровую музыку, а хочешь живые записи, рок или даже злой металл. В плане источника они тоже вообще непривередливы. Какого-то особого усиления, как, например, для планаров им точно не нужно, как и сколь-либо выраженного характера. Разрешения, веса, аналоговой насыщенности и эмоций у данных наушников хватает и своих. Впрочем, совсем уж жестить я бы все-таки не рекомендовал. Средненький ЦАП за плюс-минус 60 долларов будет к ним в самый раз. Наиболее желанными данные наушники окажутся для всех ценителей чуть подсушенного сдержанного характера, с достойным разрешением, объемным басом и ощутимыми, но не акцентированными высокими частотами. Чтобы без яркости, рези или сибилитивных призвуков, но со всеми тарелочками, отзвуками и обертонами. Итогом наушники K4 от компании Kiwi Ears смотрятся на троечку. Зато удобно сидят, искажения у них минимальные, хорошая согласованность каналов и просто флагманского уровня настройка АЧХ. Такую можно встретить и в моделях за пару тысяч долларов. Да, все настолько сбалансировано, причем со всеми акустически важными нюансами и максимально протяженными высокими частотами. Звучат же они точно, подробно, с легким уклоном в сдержанную нейтральность, но с акустически правильным весом, хорошо читаемым пространством сцены в глубину, выразительностью, динамикой и, конечно же, артикуляцией. До моделей из верхнего эшелона им чуть-чуть недостает эмоциональной вовлеченности, изысканности и, наверное, открытости звучания. Все таки нас легкие 4 слегка притемнены. Добавить здесь нечего. Прекрасная в свою цену модель, способная потягаться и с чем-то подороже. Я тоже считаю, что лучший бас это динамический, а середина только арматурная. Однозначно могу их рекомендовать. Ах да, кабелем докупите получше, они того на самом деле достойны. В своих тестах я использовал Kinera Ace 2.0. А на этом у меня все. Это была модель Kiwi Ears KE4. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра! Субтитры сделал DimaTorzok